Волкс Уолл-стрит 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 мы отталкивались от них. Джордан, они не могут говорить по телефону, не выговаривают слова из-за наркотиков, а ему нужно, и он пытался отнять телефон. И все это мы придумывали на основе того, что было на самом деле. Что ты наделал? Со мной такое было. Пытаешься что-то сказать, но и слово не вымолвишь. Язык и рот просто отказывают тебе. Ты все это понимаешь, но сказать не можешь. Все это создало необходимость вести себя, как будто они были под водой. Это такая подводная сцена. А движение, язык их тел получились поразительными. Брэд! Брэд! Я изо всех сил старался найти Квалуд, но у меня ничего не вышло. Я не наркоман, конечно, но я хотел попробовать хоть одну, чтобы понять, ведь мы почти весь фильм под кайфом. Квалуды играют важную роль в фильме, но их не достанешь. Да, их просто нет. Это лучшая компания в мире! Сцена с вечеринками? Да. Они противные. Да. Даже пахли. Сцена в самолете? Просто ужас какой-то. Я был там один день. Ты не знаешь. А вечеринки в офисе снимать было не так уж плохо. Самое важное в них — хорошая вентиляция. Точно. Поэтому на пляже было так хорошо. На открытом воздухе — да. Там были приятные люди. И было весело. Планы у нас такие. Мы запустим эту компанию в «Стратосферу». Мать ее! Как человек, увидевший картину пару недель назад, я, конечно, не объективен. Но это такой аттракцион безумия. Ребята показывают такой уровень игры, вовлеченности. И это так весело, увлекательно. И я уверен, такими этих актеров вы еще не видели. Стив Мэдден. Стив Мэдден. Стив. Стив. И просто удивительно то, какую работу они проделали. Это фильм Мартина Скорсезе. А значит, редкое, редкое удовольствие. Я смотрел «Славных парней» в день премьеры. В первом ряду. Так что я сказал детям, что Рождество в этом году отменяется. Я буду на Уолл-стрит. Я облажался, Брэд. Ты, блин, издеваешься? Облажался. Это шутка? Шутка. Я трезвый. Твою ж мать. За этим столом сидит мой любимый сценарист, режиссер и актер. Так что даже если бы я не снимался в этом фильме, я был бы очень рад его посмотреть. Что это за зов джунглей? Мать вашу! Мне очень повезло работать с такими людьми. Это усиливает мое желание снимать кино. Например, когда мы снимали «Авиатора», его радость от работы, а также умения, говорю как будто его здесь нет, умение рисковать и идти вперед. Все это воодушевило меня самого. Всегда можно сделать лучше, придумать что-то еще с ним. Он идет все глубже и глубже, с отличным чувством юмора при этом. И с ним приятно работать. Так что, почему нет? И еще везет, что нам нравится один и тот же материал. Ему мой, а мне его. Решите свои проблемы, разбогатев! Это практически современная Римская империя. Такая гигантская оргия наслаждений, веселья и наркотиков. Люди поступают ужасно, совершенно не задумываясь ни о ком, кроме самих себя и собственного состояния. Безусловно, в конечном счете, эта история предостерегает. Хотя мы не хотели никого поучать этим фильмом. Он просто показывает, что бывает с человеком, который попадает в водоворот жадности. Я изменил жизни всех этих людей и могу изменить вашу. Приходите на мой семинар. Жизнь вашей мечты рядом. Рады видеть вас, Джордан. Вы арестованы. Да вы издеваетесь. В бедности нет достоинства. Я был и бедняком, и богачом, и я всегда предпочту грёбанное богатство. Потому что с деньгами я решаю свои проблемы на заднем сидении лимузина. В костюме за две тысячи долларов. И сраных золотых часах за сорок тысяч. Я просто влюбился в персонажа. И очень хотел снять это кино. Но я видел режиссёром только Скорсезе. Потому что он может вдохнуть жизнь в этих героев. Придать правдоподобие и юмор тьме в человеке. На что способны далеко не все режиссёры. 22 миллиона долларов! Мать их, в час! Марти умеет показать уродливость преступного мира почти привлекательной. Всю неделю жду уравнителя! А какой-то сраный... Алло? Люди даже в самом нелепом своём поведении смешны. Марти – блестящий режиссёр. Он может ткнуть пальцем любого и показать, насколько он глуп в своей невоздержанности. Смотришь на них и думаешь, кажется, им очень весело. И самое главное, и правда было очень весело. Соответственно, они изо всех сил веселились всё больше и больше. А потом стало не до смеха. Нашей задачей было показать это честно, не занимаясь обличением. «Стая волков» Это рассказ одного человека о безумных временах в недавней истории. И больше всего удивляет та полнейшая искренность, с которой он описывает каждое своё предприятие. Получив возможность снять фильм, всякий раз ищешь в главном герое и его истории такую искренность. Джордан был совершенно обычным парнем. Вырос в Квинсе. Родители – бухгалтеры. Он хотел преуспеть, разбогатеть, добиться успеха, как и все мы. Но пошёл по наклонной. Он думает, что сможет обойти или обмануть совесть, сочетая деньги и наркотики. Этот человек жил, как рок-звезда. У него было всё, что только можно пожелать. Но этого было мало. Он хотел большего. «Уолл-стрит» – это лишь фон, на котором разворачивается история его взлёта до самой вершины, а потом падения. Терри Уинтер написал сценарий, описывавший все самые безумные события в жизни Джордана Белфорта, и причём именно в стилистике Мартина Скорсезе. Марти интересует историю людей порочных, а Джордан именно такой. Повествование ведётся в классическом рваном темпе Скорсезе. Обожаю Марти. Я вырос на его фильмах. Они притягивают зрелищностью и эмоциями, связанностью повествования, насилием, яркими персонажами и юмором. Но ещё в них содержится и глубочайшая мораль. Хочешь провести остаток жизни в тюрьме? Нет. Всё, ладно, у тебя деньги всего мира. Хочешь прикарманить и чужие? В сценарии Терри Уинтера было столько шуток, и при этом я помню, как Марти сказал мне, что «Славные парни» — это чуть ли не чёрная комедия. И мы переняли этот стиль повествования. Марти прекрасно удаётся показать весь драматизм произошедшего и заставить зрителя в него поверить. Он может взять кусок сценария и превратить его в шедевр кинематографа с фантастической энергетикой. Просто как цунами безумия. Планы у нас такие. Мы запустим эту кампанию в стратосферу, мать я! Биржевую комиссию тебе лучше не злить. Есть только два типа историй и два типа фильмов. Вдохновляющие — делай так. И предостерегающие — не делай так. И Марти, конечно, снимает оба типа, но предостерегающие моменты в его фильмах особенно запоминаются. Мне нужна была полная свобода делать всё, что нужно. Поэтому мы решили по возможности дойти до самого конца. Его привлекают исключительные персонажи. Убийцам и злодеям в его фильмах начинаешь даже симпатизировать. Странно создавать костюмы для героев, которым совсем не сочувствуешь. Вообще. Но, учитывая, какой Марти режиссёр, было понятно, что он сделает нечто особое. Начиная съёмки, никогда не знаешь, как зритель воспримет героев, совершающих ужасные поступки. Но Марти с самого начала сказал. По моему опыту создания фильмов, если ты создаёшь подлинного героя и не отступаешь от характера, зрители воспримут всё. Меня всегда поражали истории о предательстве доверия. Вы, наконец, нашли на Олл-стрит брокера, которому можно доверять, и который будет регулярно для вас зарабатывать. Убедительно? И в моих фильмах всегда был момент, когда персонаж обманывает это доверие. А здесь с самого начала они делают вид, что доверие есть. То есть сразу его обманывают. Для Лео это очень волнующая роль. Зритель хочет симпатизировать его героя, но при этом он его ненавидит. Это кино не осуждает, не извиняется, не объясняет, а просто показывает события, которые вы оцениваете сами. Готовясь к роли, я вспоминал фильм «Каллигула». Грандиозная оргия богатства, порока и люди, которые хотят переуспеть любой ценой. Мы решили, давайте не будем ничего смягчать, не будем приукрашать, стараться сделать этих героев как бы привлекательными, а покажем, какие они есть. И это предполагало еще и изучение того удивительного времени, когда несколько лет они действовали хаотично и безо всяких правил. Мы с Лео и другие актеры, играя этих людей, должны были воспринимать поведение как нормальное для них, хотя мы считали иначе. Чтобы сыграть такого человека, надо убедить себя, что ты не против таких поступков. Но потом ты приходишь домой и думаешь, «Боже, что же я делал?» Ты ищешь причины и выстраиваешь прошлые персонажи, чтобы объяснить себе и понять решения, принятые твоим героем, и выглядеть при этом правдоподобно. Ты теперь отец, Джордан. Да. Ты отец. Да. А ведешь себя как маленький. Сука! Эти актеры должны были быть абсолютно раскрепощены. И раз Марти не осуждает героев, то и актеры не могут. Мы скоро станем сраной легендой! С Марти съемочная площадка превращается в гигантскую вечеринку. Все придумывают что-то смешное, что-то интересное, заставляют друг друга реагировать. Для меня эти съемки были одними из самых увлекательных в жизни, и я думаю, что для Марти тоже. Я работал с ним над пятью фильмами, но никогда не видел, чтобы он так наслаждался работой. И был настолько свободен и открыт всему новому. Марти создает отличную атмосферу на съемках. Он открыт предложением, он любит, когда актеры импровизируют, а для актера большего удовольствия не существует. Марти создает особую атмосферу всеобщего единения, которое актеры просто расцветают. А мы, продюсеры, очень рады видеть, когда люди усердно трудятся, но при этом получают удовольствие от самого процесса. Я научу каждого из вас быть капитаном, мать его, Ахавом. Каким капитаном? Ну, блин, из книги, мать вашу. Из книги. Мы старались много импровизировать. Никогда не любил кусты, если честно. Правда? Да. А я не против. Думаю, нам всем хотелось сблизиться со своим персонажем. У нас были и серьезные репетиции с импровизациями, и мы как бы интегрировали все эти репетиции в съемочный процесс. Что за прочее развлечение, нахрен? Ну, это... У нас были ориентиры того, какой должна быть сцена. Но мы были невероятно свободны. Порой над сценами длиной всего в одну страницу мы импровизировали часами. А когда рядом с вами прекрасные актеры, какие были со мной, произойти может все, что угодно. Так и случалось. Лео замечательный. Работать с ним одно удовольствие. Что бы ты ни делала, он поддержит тебя. И это подстегивало меня делать больше и чаще рисковать. Эта фигня сделает вас неуязвимым. Лео смелый парень. Видно, что он уже работал с Марти. Они партнеры с полным взаимопониманием, и наблюдать за их работой интересно. ФБР! Когда Мартин Скорсезе дает тебе указания, ты часть его видений. Но при этом он как бы подразумевает. Делай свою работу. Я предложил нашей ассистентке по продажам Даниэле Харрисон 10 тысяч долларов за то, чтобы побрить ей нахрен голову. В любой момент сцена могла пойти совершенно разными путями. Чья-то малейшая импровизация, и мы все реагируем. Затем возвращаемся к содержанию сцены, а потом снова уходим в сторону. Покажи счет на 72 тысячи, и я уволюсь, чтобы работать над тебя. Джона был просто фонтаном энергии, которые он заряжал каждую сцену. Я очень благодарен, что он с нами работал. У тебя на сиськах мои деньги, так что ты работаешь на меня. Джона переносит на экран энергетику, которую нельзя почувствовать, когда просто читаешь сценарий. Что они, рак лечат эти гарниры! Именно поэтому они такие дорогие. Заткнись нахрен! Нет, серьезно, хватит! Он такой остроумный, одаренный. Он выдает такие реплики с абсолютно серьезным выражением лица, что мы просто падали со смеху. Как он только придумывает такие шутки. Ужасно смешно. Если бы мой ребенок был отсталом, я бы отвез его куда-нибудь в лес, открыл дверь и сказал, ты свободен, беги куда хочешь. Джордан Белфорд. Да, сэр. Марк Хана. Очень рад. У Мэтью было очень точное представление о своем герое. Два, один, долбимся! Он произносит монолог, такой глубокий, красочный, сумасшедший, и знакомит зрителя с миром Уолл-стрит того времени. Нюхнешь? Нет, спасибо. И воплощает все безумие в одном потрясающем монологе. Мы играем в игру «Положи деньги клиента в свой карман». Но если при этом заработаешь и для клиента, это выгодно всем, верно? Нет. Он следовал сценарной основе, но в конечном счете все краски и находки — это его идеи. Никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или, блин, кругами. И тем более брокеры. Вдруг он начал бить себя в грудь. Я посмотрел на Марти, как бы спрашивая, «Видишь, что происходит?» А они вставили сцену в фильм, и это стало лозунгом «Волк из Уолл-стрит». Шла только вторая неделя съемок, и в каком-то смысле это открыло нам фильм. Мы смогли освободиться от рамок того, что могло показаться абсурдным. Там все абсурдно. Жан Дюжарден — еще один актер, придавший фильму потрясающий колорит. Ему приходилось много говорить по-английски, но его способность импровизировать на английском нас просто поразила. Я не понимаю, простите. На все, что придумывал Марти или я, он умел ответить. Наш банк Реаль де Женеф будет сотрудничать с иностранными властями, только если расследуемое преступление нарушает законы Швейцарии. С финансовой точки зрения, вы сейчас в раю. У него прекрасное чувство юмора. Язык ему не помеха, так что он подхватывал любые наши реплики и очень интересно их обыгрывал. Не крой, не рюдаль, а крой. Круа. Разве ты не женат? Ну, да, но что, женатым нельзя заводить друзей? Мы не будем друзьями. Марго Робби внесла свою лепту, подала свою точку зрения. Мамочке просто ужасно надоело носить трусики. Она старательно создавала свой образ, и ей приходилось умело реагировать. Когда я прочитала сценарий, то сразу подумала, роль великолепная, но, боже, раздеться я не смогу. А сейчас раз и готово. Потому что вокруг творится и кое-что похлеще. Все стараются сделать самое лучшее кино, идут всё дальше и дальше, и все в равном мире. Ты рискуешь, и все остальные также рискуют. Марти говорит, поимпровизируй немного, делай всё, что хочешь. Я тебя больше не люблю, Джордан! Ты меня не любишь? Последнюю сцену с участием Наоми мы придумали за день до съёмок. Она начинается с обычных разговоров и доходит до похищения наркотиков, потасовки, битья стёкол, то есть развивается в неожиданном направлении. В этой истории со всем её хаосом, падением, деньгами, обманами, преступлениями и шутками должен же быть хотя бы один положительный герой, чёрт возьми. Его зовут Дэнн. Он агент Нью-Йоркского отделения. Как ты не понимаешь? Он умный, ты тупой. Герой Кайла Чандлера очень важен. В процессе обсуждений мы придумали сцену на яхте, которая стала неотъемлемой частью фильма. Бывали когда-нибудь на такой? Поехали. Я плаваю на них шести лет. Она создана во многом и благодаря его импровизации. И в результате получила сцена, которую я считаю одной из самых важных во всём фильме. Вы ловите настоящих преступников? Вот я и удивляюсь. Чего вы за мной-то следите? В первый день съёмок я впервые встретил Ди Каприо. Если не ошибаюсь... Нет. Вы пытались подкупить федерального агента? Вовсе нет. К счастью, с Леонардо Ди Каприо очень комфортно работать. А когда другому актёру комфортно, это позволяет не только ему делать свою работу, но и тебе свою. И в таких условиях ты просто играешь. Неплохо для мальца. Мальца? Молодец. Это и это, Малец? Пусть присылают за мной сраный спецназ, потому что я никуда не уйду! Когда рассказываешь о подобных людях, многие говорят, ну это просто такая порода. Мне кажется, так они хотят дистанцироваться от них. Это кто-то другой, это не я. Но я считаю, что это не кто-то другой. Это мы. Это вы и я. И может быть, родившись при других обстоятельствах, мы в итоге сделали бы то же самое. Значит, надо признать и осознать. Это качество, присущее каждому человеку. Стрэттон Окмонд! Это Америка! Наблюдение за преступниками — это опосредованное переживание. Очень интересно и весело познать их жизнь без каких-либо последствий. Посмотришь и думаешь, да, весело на такое посмотреть, но хорошо, что это не про меня. Я не думаю, что кино обязательно должно морализаторствовать. Оно должно изображать людей как можно правдоподобнее. Такие фильмы я хочу смотреть, я о них думаю. Мы прошли долгий путь, чтобы создать этот фильм. И я крайне доволен результатом. В нем объединились разные художники со своим особым подходом. В результате мы создали нечто чрезвычайно свободное, очень увлекательное, по-настоящему подлинное, каким и должно быть кино. Волк с Уолл-Стрит. Все готовы? Ладно, приготовились. Первый ряд готов. Все. 70А, дубль третий. Готово. Раз и готовы. Музыка. Все, пошли. Путь к созданию фильма был долгим. Слушайте меня внимательно. Сможешь завоевать мир и уничтожить врагов. Верите трубки и звоните. Мы хотим создать нечто смелое, дерзкое. Будьте свирепы и опасны. Мы будем сраными телефонными террористами. Во все тяжкие. В 9.30 звонить уже поздно, потому что наши клиенты уже отвечают на звонки. Три, два, один, долбимся. Изначально у нас был сценарий, и Скорсезе очень заинтересовался проектом. Проект принес мне Лео Ди Каприо. И если ему что-то действительно интересно, меня это тоже, скорее всего, заинтересует. Мы только что закончили Остров проклятых. Готовимся к съемкам. Но финансирование сорвалось. Я говорю об этом. Кажется, был сентябрь 2009-го. Перемены в экономике. Картину посчитали слишком дорогой в производстве, чтобы дать ей ход. Он занялся другим проектом. Я начал работать с другим режиссером. Но я не мог забыть об этом проекте для Скорсезе. История требовала его стиля повествования. Я снова обратился к нему и сказал. Смотрите, у нас отличные партнеры из Red Granite, Джои и Риза. Такие фильмы студии хотят снимать, но они сомневаются из-за их содержания. А это наш конек. Мы такое любим. Мы всегда ищем материал, который выходит за рамки и может привлечь большие таланты. И, по сути, они хотели дать нам полную творческую свободу. Когда мы решили снимать, мне нужна была полная свобода, чтобы сделать все необходимое. Поэтому мы все решили по возможности дойти до конца. Планы у нас такие, что мы запустим эту кампанию в стратосферу, мать ее! Стратосфера! Охренеть, как весело! Волк с Уолл-Стрит. Нам главное до хрена разбогатеть. Стив Мэдден. Стив Мэдден! Жизнь Джордана Белфорта полна удивительно безумных событий. Детей ты больше не увидишь! Черт возьми! У всех удачная неделя! В книге история описана довольно нескладно, и превратить ее в сценарий было сложно. Я должен был придать ей структуру и сделать из нее историю взлетов и падений. Терри Уинтер создал сценарий, описывавший все самые безумные события в жизни Джордана Белфорта. Я не хочу сдохнуть трезвым! Тащи, мать твою, квалут! Как ни странно, многое из того, что вы увидите в фильме, и что покажется вам выдумкой, было на самом деле. Когда у тебя яхта, как у злодея из Бонда, хочется соответствовать. Джордан Белфорт мотивировал людей. Когда мне было 24, я принял решение не просто выживать, но процветать. А деньги, конечно, мощный мотив. Делать то, чего делать не стоит. Он хотел, чтобы его сотрудники жили непосредством. Чтобы, приходя на работу, им приходилось трудиться еще больше, чтобы оплатить то, что было мне по карману. Вместо того, чтобы относиться к своему заработку ответственно и осторожно, они вовсю сорили деньгами. Берни Мэйдофф держался в тени, а Джордан нисколько не прятался. Вот уж кто любил показную роскошь. 26 тысяч долларов за сраный ужин! Эти ребята жили роскошно и эксцентрично. Такое бывает, когда ты получаешь слишком много. Когда правил для тебя нет, а деньги, как кажется, могут купить тебе свободу. Помимо одержимости деньгами, он был наркозависимым, сексоголиком, то есть пристрастился ко всем людским порокам. 200 акций для начала. У них было пристрастие к насилию. Им нравилось превращать окружающих в жертв. Со скольки начнем? 5000 долларов. А может, сразу 8? Боже, давайте 10. 10. Сделаем так? Прекрасное решение. Я зафиксирую сделку и перезвоню вам с точным подтверждением, Кевин. Добро пожаловать в Стрэттон-Окманд. Спасибо, пойду пивка выпью. Отлично, Кевин. Конечно, существует сильная неприязнь к Уолл-стрит и корпоративной Америке после недавних событий в нашей экономике. Главным вопросом было, захотят ли зрители наблюдать за героями, которые пускаются во все тяжкие, на деньги американцев. Вы пожалеете только о том, что не купили больше. И все зависело от того, насколько честно мы изобразим этих людей. Марти с самого начала сказал мне, если твои герои настоящие, люди будут за ними следить. Они сомневаются только потому, что не доверяют вам. Ну а с чего им вам доверять? Ведь вы просто кучка скользких торгашей, так? В моих фильмах всегда присутствуют герои, которые переступают мораль, потому что у них нет моделей порядочной жизни. Они научились этому у окружающего мира. Первый день на Уолл-стрит. Дай ему время. Марти умеет показать уродливость преступного мира почти привлекательной. Мои вышкаленные стрэттонята, мои воины. Мать вашу. Марти прекрасный исследователь характеров. Он продемонстрировал это в «Бешеном быке», а также в «Авиаторе», в «Славных парнях». Ему удаются персонажи экстраординарные. Вы свободны. Но в корне порочные. У тебя, блин, проблемы с наркотой. Он может вдохнуть жизнь в этих героев, придать правдоподобие и юмор. Правда, мы можем нарваться на непогоду. Это же не страшно, скажи. Не страшно, задраем люки и обойдемся парой разбитых тарелок. Пара разбитых тарелок? Это же пустяки, разве не офигенно, блин? Не очень. Погнали в Монако, мать вашу. Поехали, давайте. Нахер всех, нахер. Эти герои полны дикого восторга. Они в чем-то как дети. Какого хера устроили эти идиоты? А благодаря юмору это не так шокирует. Деньги, которые они тратят, и то, что они вытворяют, потому что они просто дети, которые поняли вдруг, что могут получить абсолютно все. Что это? Свадебный подарок. Такая роскошь, испорченность и абсурд. Все, что мы делаем, полный абсурд. В офисе катаются на роликах шимпанзе. Или марширует голый ансамбль. Все это просто ужасно, нелепо. Что, мать твою? Ни хера не понимаю, повтори. Какого хера ты мямлишь? Сцену с квалудами... Нельзя смотреть без смеха. Точно, можно катиться. Марти придумал невероятно смешную... При этом напряженную... И порой пугающую сцену с квалудами, в которой мне надо вернуться домой. Да что с тобой? Зашибись, да? Помню, как на съемках... Джона сказал мне... Таких безумных вещей я еще в жизни не делал. Я мог сказать то же самое. Что ты наделал? Говна кусок! Чтоб тебя! Мы собрали вместе три разных сцены. И у нас получился практически отдельный маленький фильм. Правдивый рассказ о событиях одной сумасшедшей ночи, произошедшей в жизни Джордана. Боже, нет! Вызывай скорую! Мы с Лео и другие актеры, играя этих людей, должны были воспринимать поведение как нормальное для них. Хотя мы считали иначе. Забирай свою бабочку, остальную фигню и вали нахер из моего офиса! Понял? Вали, мать твою! Думаю, нам всем хотелось сблизиться со своим персонажем, изучив его как можно лучше. Мне удалось встретиться с самим Джорданом Белфортом. Он был очень откровенен, и его не смущала ни одна тема. Что ты за человек, мать твою! Поэтому я изучал каждую сцену с его участием. Мы не положим трубку, пока клиент не купит или не сдохнет нахрен! Думаю, для Лео это очень волнующая роль, ведь герой очень сложный. Зритель хочет симпатизировать ему, но вместе с тем ненавидит его. В конечном счете, именно такие роли мечтает сыграть каждый актер. Радуйся, что твой муж в такой классной форме. И, как я и сказал, мы решили. Давайте не будем ничего смягчать и не будем приукрашивать. Урживый ты, ублюдок! Покажем их, какие они есть. Дебилы сраные. Бестыдство, сквернословие, неотъемлемая часть их быта. И нашей задачей было показать людей, ведущих такой образ жизни честно, не занимаясь облечением. Смотришь, как будто я псих. Псих? Это гадко. Я и был гадок. Для нормального мира. Но кто, блин, захочет в нем жить? Да! Он погружается в этот вихрь, и мы хотели это показать. Шоу продолжается. Мы хотели перенести зрителей в то время. Дикое, буйное, беспорядочное. ФБР без правил. Это мой дом. И погрузить вас в этот мир. Пусть высылают национальную гвардию или сраный спецназ, потому что я никуда не уйду. Пусть высылают национальную гвардию. 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 Продолжение следует...